друзья я тут переворачиваю яйца в пластиковом инкубаторе уже по-моему все перевернула на крестики мне надо сейчас буду накрывать крышкой и одним глазом слушайте смотрю что там делается отсыпка то вон он лазит сейчас я ему помогу мешает ему этот барьерчик то что я тут обложила тканью вокруг яиц сейчас я сначала тут накрою накрою а то а то а то чтоб не захолонули яйца ну что мой хороший ты дождался моего прихода давай давай то беды не можешь тут замуровали до замуровали малыша стой попа чистая боже мой сколько тут этих скорлупок от яиц я уже буду потом все это чистить пусть лупится мне цыплятки так ну вот он вылупился видно крестик от молодочек ну что же из 13 1 вылупился осталось 12 будем так считать в этом вот таком вот круги так называемым 13 должно быть цыпочек один пошел первый пошел ждем 2 друзья на яйца живые живые вот к ним прикасаешься еще чуть-чуть вот этот пойдет он лёвый тут по кругу пошел лупиться так вот этот что свой пищем боже мне не видно ничего тут что делается давай малыш давай поставлю на место ну все еще еще пока будет тут не буду тебя выпускать с этого окружения пока здесь будет так я думаю эти стаканы не прокинет цыпленочек есть смысл их тут держать или нету пусть пока стоят да вот такая у нас красота вот такая у нас лепота в общем вот так друзья закрываю все там должно быть тепло вот так посмотрите что делается уже четвертый он вылазит по яйцам этот лазит его лазит они давай четвертому уже помогу вытащу уж так уж и быть давай вот так опа 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 так тут три скорлупки вот и четвертая а вот она вот она вот она так это все у меня кто убился то это все эти от молодых короче цыплятки вот этот смотрите уже тоже они сейчас быстренько повылазит вот этим цыплята которые с наклевами в яйцах быстренько повылазит останутся только два яйца которые без наклева и сколько я буду ждать цыплят скажите мне сколько сколько я буду от не ждать наклев еще будет очень и очень долго на ничего не видно о пищи друзья он там пищи господи хоть бы уже быстрее сделал наклевчик да и с 5 вот этот ну посмотрим тоже ой друзья а с 5 с наклевом смотрите вот наклев ура 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 цыпленок сделал наклеву правильно говорю с этого яйца или другое у меня было да с этого яйца с 5 да он был без наклева вот смотрите вот наклев так умничка умничка наклев сделал так а ну давайте я посмотрю повнимательнее может быть тут тоже наклев есть может быть где-то в другой стороне сделал услышно там стучит внутри но наклев еще не сделал давай давай работой работой я тут не ждала еще сутки пока ты там наклев сделаешь и выйдешь ой ой а мы выходим а мы выходим да давай сниму шляпку уже это сделаешь другой рукой давай вот так здравствуйте вам здравствуйте давай шляпу тоже снимай-то давай-давай-давай ой ты господи черненький ну да черненький так вот эти светленькие от белых курочек наверное или белый петушочек не белый а он светленький у меня у кур молоток так следующий наверное вот этот пойдет тоже весь он тут да да смотрите опа опа он уже тут смотрите круг почета сделал еще чуть-чуть и все следующий вот этот выйдет так давайте мои хорошие давайте так пять штучек да ну чуть обсохнет и я буду доставать хотя сейчас уже этот вылупится ну чё им тут тепленько пусть будет они когда вот так ползают по яйцам немножко тормошат тех других которые там заснули в яйцах они их торопят напоминают что надо выйти выходи говорят нечего там сидеть смотрите какие ну я тут сейчас и данный момент в доме нахожусь я рядом делают домашние дела там разные я уже всех накормила птичек на улице сейчас занимаюсь здесь работой в доме я поглядываю за цыплятами немножечко вот подсохнут вот этот все тоже подсохнут или этого оставлю а тех уберу может быть так и сделаешь меньше тут они прыгали в общем поглядываю за ними восемь еще осталось да да еще восемь цыпляток ждем пусть эти четыре яйца этот обложила ну надо их убрать да и не морочь себе в голову тем более они не прям под лампой ну у меня привычка такая держать до последнего яйца потом я их убираю пока пусть находится так а авось там чего-нибудь проснется да так но я жду вот этого вот этого жду сейчас он выйдет скоро никому не помогал никому сами выйдут сами тем более не в состоянии выйти 21 день инкубации все у нас идет по плану по графику судит хорошо куда ты маленький залез давай иди сюда вот так вот так куда по летом путешествуешь полдесятого у нас время полдесятого утра смотрите сколько уже цыпляток раз два три 4 5 6 7 цыпляточек да так я еще и не вытащила так это все цыплятки лупятся от кур молодых а нет вот одно лесочка одно от кур старушек так но вот этот вот цыпка тоже уже почти да а этот что застрял и типи ты еще там застрял типи ну помогу ему пленочку немножечко что-то прокручивается пленочка осталась тихо тихо что там у тебя пленочка как будто бы подсыхает вниз руки что малыш ты думаешь мне выходи где ты там застрял так по тебе лазит я вижу да так вот он клювик лишь о где твой клювик так он тут дышит а где он а вот клювик вот он клювик ну давай немножечко вот так вот сделаем вот он уже там ножками толкается сейчас выйдет вот он клювик вот он не все хорошо это я испугалась к нишу такое тишина какая-то все нормально так а здесь что а здесь что-то он за это вот застрял все тут замер да 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 сюда идите, вот так, здесь места больше, места тут больше, забираем у вас, забираем всех, стой, стой, вот так, так, еще двое мне тут остались, двое, принимайте пополнение, 7 цыпляток, друзья, вот этот цыпленок замер, и еще один замер, я уже сейчас его вытащила отсюда, что ему не хватило, тот цыпленок, которого я уже вытащила отсюда вам, он прокручивался, и захлебнулся там в жидкости, которая внутри яйца находится, был уже наклев, все, прорезь хорошая, но вот при повороте он там захлебнулся, неудачное получилось в течение обстоятельств, а здесь, здесь, он вроде бы, клюв у него вылез за пределы, что ему не хватило, я не знаю, ну, в общем, задохнулся тоже этот цыпленок, минус 2, и вот эта цыпка, я не буду ждать, когда он там задохнется, или еще что, я уже его, конечно, отколупываю, отковыриваю, сейчас я сделаю двумя руками, немножечко вот так по кругу на продолжение, вот так вот я его отколупаю, не буду ждать, когда он будет мне там захлебываться, задыхаться, тем более у меня тут осталось яиц раз-два, их уже нету, все, немножечко топленочку, отодвигаю, крови нету, все, давай, малыш, ну, вот если бы я рядом находилась, я бы, конечно, вовремя это все увидела, предотвратила бы гибель вот этих вот цыплят, меня здесь не было, сюда вот сейчас прибежала, глянула и, конечно, расстроилась, потеряла 2 цыпляток, которые могли уже вылупиться, ну, всего мы не можем предусмотреть, конечно, что поделать, вот одной рукой делаю, тихо-тихо, малыш, давай, 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 вылази, ну, все, уже, можно сказать, вылез, все, давай, уже и это заберу у тебя, заберу, заберу, давай, все, бяку забрала, все, думала, высыхай, тебя спасла, надо только, чтобы ты был, опа, здоровенький, так, ну, друзья, вот этот мусор, что поделать, без него никак, цыплята лупятся, так, вот это вот дело я заберу, уже оно тут не надо, так, это заберу, все, цыпка пусть обсыхает, главное, чтобы он ходил теперь, тихо-тихо, малыш, тихо, все, почищу его, так, вот это сейчас гляну, ну, что тут у нас, ну, шкарябается внутри, цыпка шкарябается, что тоже ему поможет, друзья, даже не знаю, вот что делать, если эти такие слабенькие, да, последние, то и этот будет слабенький, еле там шкарябается, уже так и сейчас и этому вот помогу, вот так по кругу пройдусь, а, вот, где он там, где там его клювик, чтобы он мне это, чтобы он мне тут не задохнулся, вот такую помощь цыплятам я делаю только в конце инкубации, друзья, в конце, когда уже все цыплята повылуплялись, а, и вот вижу, что уже начинают и погибать цыплята, которые последние, не могут выйти, да, вот только в таком случае я уже начинаю помогать, конечно, слабенький там, да, мы его вот так вот раскроем, так, крови нету, где ты тут у нас, где ты тут у нас, где, где его клюв, чтоб он мне тут тоже не задохнулся, что-то он тоже, знаете как, не проявляет прям таких настырных действий, я бы сказала, такой ленивый, то есть это тоже плохо, не должен цыпленок быть вот таким ленивым на выходе, видите, лежит, только не говори, что ты там мне уже это вот задохнулся, так, ну вот, кровит, друзья, кровит, поэтому пока надо с осторожностью это все делать, чтобы не переусердствовать, так, немножечко открыла, все, хватит, хватит, где ты там вообще, где ты там, вот так вот я его приоткрою, смотрите, он даже не это вот, внутри не двигается ничего, наверное, такой слабенький, нет, больше не буду трогать, сам дойдет, сам дойдешь, давай, я хочу, чтобы ты выходил с лица, опа, очень занято, сейчас только работаю у меня, ой, ну уже побросала все и прибежала, уже тут пока нахожусь, раз такое дело с цыплятками, последние цыплятки слабенькие, вот этот, который не сделал наклев, даже не знаю, что с ним делать, он там внутри шубуршит, вот, а этот, что сделал наклев, вот, он же недавно его сделал, что он дальше будет делать, тоже не знаю, в общем, два яйца вот эти еще пока оставляю, естественно, этот думает выйти и должен выйти, да, ты должен выйти, смотрите, как он слабенький, выходи, 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 малыш, давай, где твоя, где твоя эта вот головешка, ну вот, уже вроде бы почти вылез и все равно он мало двигается, ну, посмотрим, что будет дальше с ним, все, закрываю коробку, пусть вот этот сохнет, цыпка, хоть одному помогла, спосла, опа, не, ну, может он бы и сам вышел, но я уже побоялась рисковать, что еще замрет мне там, потом еще почищу, все, так, эти лишние стаканы сейчас я сюда в уголок поставлю, чтобы не мешали, все, эти яйца тоже в сторону, накрываю, все, пусть греется, друзья, вот я немножко расколопала, вот это яйцо, где замер, где задохнулся цыпленок, вот он при прокручивании в сторону, да, по кругу, когда начал делать проклев в яйце, вот здесь вот еще есть жидкость, видите, вот она, и он, в общем, задохнулся, я не буду, ну, в своей слизи, не буду дальше расколопывать, в общем, в общем, так, пленочка, вот, не сухая, так, чтобы он не мог ее расклевать, вот видите, он еще там в своей слизи, короче, задохнулся, вот таких два у меня яйца, одно я уже выбросила, это второе, вот вам показываю, многие просят показать, как выглядит замерзший цыпленок, замерзший зародыш, вот, друзья, показываю. Друзья, сейчас 4 часа 20 минут, пятого вечера, я вам хочу показать, просто не хочу упустить этот момент, показать, что яйцо, вот какое, видите, цыпленок, который сделал наклев в яйце, под номером С5, вот смотрите, как он уже прокручивается, молодец цыпленочек, это будет светленький цыпко, а этот цыпко, друзья, он внутри стучит, вот сейчас даже слышу, как он шебуршит в руке, внутри яйца, шебуршит, вот, но нету наклева, нету, не знаю, когда будет этот наклев, два цыпленка черненькие, обсохшие, уже ходят на ножках, но я их тут пока оставила, пусть они, опа, опа, ты чего так увыркаешься, я их оставила, чтобы они тут обсохли хорошенечко, потом переселю их, ну вот, друзья, вылупится цыпко, будет еще один у меня, несмотря на то, что поздний наклев, надеюсь, он здоровый будет, хочу вам показать Маруську, вот она у меня сидит, тут на табуреточке, Маруся, скажи всем здравствуйте, вот, а здесь неподалеку цыплятки, она у нас культурная, сюда не лезет цыплятам, водичку я налила цыпкам, у них вода есть, и уже насыпала стартовый комбикорм, так, этим водички надо уже подлить тоже, да, стартовый комбикорм подсыпала этим и этим, ну вот эти ж постарше у меня, эти самые первые вылупились, эти цыплята вылупились на 20 день инкубации, а вот эти на 21, вот, я их так пока и держу отдельно, но здесь коробочка побольше, те, что вылупились сегодня, 21 день у нас получается, вот они вот в этой коробочке, и те цыплята, которые посохли, черники, да, они тоже пойдут сюда, ну а те пока так и останутся, их все-таки там 17 штучек, вот, в такой коробочке им как раз в самый раз, ну и этим тоже в самый раз, ну вот так пока у нас, вот такие у нас дела пока. Друзья, сейчас 10 часов ночи, 21 день инкубации, еще не закончился, еще 2 часа до конца. Жду, конечно, вылупление последнего цыпленочка, уже думала, что ничего и не будет, вы помните, да, что наклёва не было в этом яйце, ну вот, спустя время появился наклёв, друзья. Сейчас я вам покажу, вот, он там живой, все. Желтенький цыпленок вылупился, уже вот и отсох, сказать, в какое время вылупился, не могу сказать, не могу, он уже обсох, я этих цыпляток не переселяю пока в коробочку к остальным цыпляткам, пусть они здесь не бегают, чтобы не было скучно вот этому, цепке, который вылезет, ну что, я буду здесь одно яйцо держать, уже думаю, пусть они тут ходят, тем более они самые такие слабенькие, из последних, здесь они будут ходить, огрепнут, ну вот эти черненькие уже хорошо ходят, а желтенькие цыпка, ну, ходит, но не очень уверенно ходит. Друзья, надеюсь, что эта цыпка S1 вылупится сегодня. Хочется, чтобы быстрее вылупился, чтобы уже это все у меня закончилось. Ну вот на данный момент вылупилось у меня 47 цыплят. Если вылупится вот этот последний, да, то будет 48, но я не знаю. Подожду немножечко еще. Вот он сделал наклев, да, самое главное, что он сделал наклев. Я немножечко, наверное, помогу ему, да, чуть-чуть расколупаю вот так по кругу хоть чуть-чуть и помогу ему. Но пока я трогать не буду, раз он сделал такой наклевчик, сам, тем более, работает. Значит, он и дальше сможет выйти. Он не мог раньше наклев сделать, потому что еще не созрел, я так считаю. 21 день, ничего страшного. Бывает и такое, что, сколько раз такое было, на 22 день цыплята лупится, и на 23 у меня такое было. Ну, это уже запоздалые цыплята получаются. Ориентируемся по всем цыплятам. Вот основной вывод, когда у нас был 20-го, 21-го числа. С 20-го на 21-е. Вылупились все гуртом, да, цыплятки. Это самые крепкие, сильные цыплята. А вот те, которые вот так остаются, которые наклев поздний, вылупляются позже, они, конечно, уже слабенькие. В этом яйце был, скорее всего, недогрев. Это я даже не сомневаюсь. Это недогрев яйца, поэтому он так долго, этот цыпленок, лупится. Но буду ждать, друзья. Самое главное, что лупится. Если бы он не сделал наклев, я даже не знаю, что бы я делала. Вот сейчас я буквально полчаса назад открыла коробку, смотрю, опа, наклев. А до этого вроде бы и не было этого наклева. Но думаю, он быстренько уже выйдет. Он проворный. Цыпки интересуются и лезут туда. Вот в чем дело. Они его туда прямо в клювик лезут. Могут поранить, наверное. Интересно же им все. Так, что хотела сказать? Ну, вот это вот вам и хотела показать друзьям. Думаю, покажу, а то вдруг вылезет раньше времени. Я не успею вам показать, что сделан наклев, друзья. Вот. Уже хорошо. А я все думала, если он не сделает, то что же мне с этим яйцом делать. Думаю, просвечу. Но вот даже не знала. Ну, цыпленок преподнес мне сюрприз. Решил. Решил мою эту вот. Ну, не надо его клевать туда. Не надо. Сейчас пойдете мне к цыплятам. В принципе, я могу их и перенести. Яичко тут заставить. Ну, ему хоть не скучно. Они пищат, тем самым ему хочется вылезти быстрее. Да? Тебе. А этим хочется тоже чего-то большего. Познать мир. Уже хотят. Видите, как хорошо ходят уже вот эти человекники и цыплятки. Все у них хорошо. у этого слипшийся пух на спинке. О чем слипся? Оно. Ну, не трогай тебя, не трогай. как уверенно на ножках стоит. Вы видите? Ножки ровные, все, не хромает. Так, я поставила термометр, чтобы знать, какая тут температура. температура, хочу сказать, здесь неплохая. Учитывая, что термометр лежит на самом дне. Значит, мне надо верх открыть, а то я тут закрыла. Ну, я оставила маленькую щелку, чтобы там тепленько было. Цыплятки-то бегают, если им жарко, они же не находятся под лампой. Они тут бегут, прячутся от жары. Как бы им здесь не жарко, потому что тут не жарко, но тепленько. Мне надо, чтобы вылупился этот цыпленок. Чем быстрее, тем лучше. Ждем, да? Ждем цыпленочка. Ой, он пищит, друзья, пищит. Пищит. Господи, хоть бы вылупился, да? Давай, лупись, давай, малыш, давай. У нас еще два часа времени в запасе. Мне просто интересно, вылупится он или нет. До 12 ночи. Ну, друзья, я буду наблюдать. Если что, то я немножко помогу ему все-таки. Но я вам расскажу и покажу, если получится, правда. Если получится, обещать не буду. Сейчас 12 часов ночи, друзья. Этот цыпленок пьется без изменений, и поэтому я ему уже помогла немножко. Я раскопала до пленочки. Вот таким образом, Немножко кровит. Вот. Поэтому я не переусердствовала, постаралась это сделать аккуратненько. Видите, он тут кровит. поэтому, чтобы он там не захлебнулся в этой крови, я остановилась. Еще рано его трогать, еще его рано раскрывать. поэтому буду ждать. Он окрепнет и сам выйдет. Ну, я надеюсь на это, конечно. Ну, буду смотреть. Пусть уже лежит. В этом яйце пока еще, да? Еще немного. А там будем смотреть дальше, что будет. Эти цыпки охраняют. Они рядом находятся. Сейчас два часа дня. Прошло уже больше двенадцати часов, как я получается, чуть-чуть расколупала яйцо последнее под номером С1. Вот он, друзья. Вот он, этот цыпленок. Посмотрите на него. Какой он. Значит, двенадцать часов ночи я немножечко расколупала скорлупу, пленочку оставила, потому что кровила, поэтому я его не вытаскивала из яйца. Завела будильник на три часа ночи и вставала еще в три часа. цыпленок цыпленок без изменений находился в яйце. Я уже пленочку отодрала и получается, что я этого цыпленка вытащила из яйца. Он кровил. но я салфеточкой потерла его все. Цыплят я естественно отсюда уже перенесла, чтобы они тут его не клевали, потому что у них появилось любопытство клевать, тем более цыпленок кровил. Я их отсюда упрала. Этот цыпленок здесь один находится с трех часов ночи. Ну вот, друзья, на ножки он вставать не может. Он все время лежит. Вот я пытаюсь его на ножки поставить вот так. Он не может стоять. Возможно, если дать ему время, он в будущем будет стоять на ножках, но я сомневаюсь. И еще у него на голове какая-то кто ж мне его поставить, чтобы было видно. Вот видите, вот. Какая-то вот шишка вот на голове. Что бы это значило, я не знаю. Ну вот такой пупок вот чистенький все. Ну вот этот цыпленок такой. Больной. не было смысла вот это последнее яйцо держать, давать шанс этому цыпленку. Надо было отключать инкубатор еще после того, вот как вылупился предпоследний цыпленок желтенький. Ну вот, друзья, было два яйца С5, С1. С5, там где цыпленок раньше наклев сделал, да, вылупился без проблем. Он нормальный, я его перекинула ко всем цыплятам. Этот цыпленок наклев сделал намного позже. Ну вот такой он, видите, он, он бы сам, конечно, не вылупился, если бы я ему не помогла, но и вот такой он, видите, какой. Вы сами видите, какой он. Вот лучше бы он не делал даже этот наклев, этот цыпленок. Я бы уже не ждала бы и, ну, выбросила бы это яйцо и все. Хотя тоже жалко, видно же, мне было видно, я просвечивала яйцо и на ощупь ощущала, что он внутри шевелится, двигается, понимаете? он делал попытки к наклеву, но он и сделал, в принципе, наклев, но очень поздно он его сделал. Ну, какой вывод, друзья, я делаю? Вот этот последний цыпленок, он просто не догрет, ему не хватило температуры, поэтому он такой. Такое может быть, потому что здесь в коробке инкубируются яйца, температура, друзья, она не везде одинаковая, под лампочкой она самая хорошая получается, правильная, высокая, а по краям она низкая. И если зачастую яйцо будет находиться где-то с краю, в углу, то есть оно не будет, ну, все же может быть по какой-то ошибке, оно будет где-то с краю находиться, то есть не будет находиться по центру. Или довольно-таки продолжительное время это яйцо будет находиться где-то с краю, оно плохо прогревается таким образом. И цыпленок вот такой вот недоразвитый. Ему не хватило вот, ну, это мое мнение такое, согрева, поэтому он никак не мог и вылезти, и окровавленный был, когда я его расколупала. еще и шишка на голове какая-то, я вам уже показала. Ну, а вот что с него взять, что? Вот, шишка с этой стороны как видно, видите? Глаза хоть открытые, глаза открытые, все, вот смотрите, попка чистенькая, все нормально, но вот такой, вот такой. Ждала я, друзья, ждала, когда цыпленок пройдет себя, немножко очухается, хотя бы сделает попытки вставать на лапки, но никак. Вот он так лежит. Я не буду больше мучить его, себя, я отключаю свет, и все. Здесь вот включен у меня втройник. Ой, ой-ой-ой, а, я выключила. Включу опять. Я выключила не то, что надо. У меня же здесь инкубатор пластиковый стоит. Ой, включеный. Вот, выключила все. Все, друзья, я выключила. Инкубация моя завершена, ну, она, конечно, была завершена еще 12 часов назад. Все цыплята вылупились, как положено, на 20-21 день инкубации. А те, которые, вот, не хотели вылупиться, вот они такие. Те, кто не хотели, они замерли ранее. А тот, кто хотел, но не получилось у него дойти до финиша. Вот такой вот. Вот цыпляточки мои уже пищат. Да, я уже им подсыпаю корм. Надо им и коробочку поменять. Подсыпаю им корм. пока сюда подсыпаю, поменяю коробку, подсыпку поменяю. Типа, типа. Вот эти цыплятки вылупились на 21-й день инкубации в этой коробочке. Типа, 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 типа. Вот, пошли уже кушать. Давайте же, да, подсыплю. Типа, типа, типа. Они еще мало кушат, поэтому я им пока так подсыпаю по чуть-чуть. Водичка стоит. Частенько я подливаю водичку им. Вот стаканчики подходят, пьют. Так, друзья, понаблюдаем. Все кушают. Те, кто раньше вылупились, те все, да, вот такие вот. Вот такие интересные. Мне кажется, они все кушают. хотя есть типа, типа, типа. Я сейчас, видите, тут закрыта наполовину коробка. Не могу вам, ну, как положено показать верх коробки. Прикрыто тут. Баррикада такая стоит. Вот тот цыпленок с краешку. Типя, ты что тут? А ну, с тобой все хорошо? Все хорошо. Смотрите, все стоят, никто не ползает. Так, стали кучковаться. Типи! Ну, это молочня. Молочня. Им же первые сутки. Ну, еще суток нету получается, как они вылупились. Кому-то может быть уже и есть. В общем, цыплятки вылупились вчера. вот эти. Вот эти цыпочки. Смотрите, как они уже кушат. Так, а здесь у нас цыплятки вылупились позавчера. Тоже дать вам пожрать? Дать? Давай. Типа, 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 что? Не поняли, да, что им тут дали? Вы не поняли, что вам тут дали, малышня? Типа, 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 типа. Что? То им жарко, то им холодно. В основном жарко. Ой, жарко. Открываю прямо вот так вот им тут все раскрываю. Выключаю свет. А потом опять включаю. Так, водичка есть? Все есть. Все кушают, да? Все? Вы тут все кушаете? Все, друзья? Самое главное, чтобы кушали. Также тоже за них переживаю. Хочется, чтобы все были здоровенькие, кушали. Вот эти цыплята вылупились на 23 февраля. На 20-й день инкубации. Вот такие вот здоровенькие. А, ну, 14 цыплят. на 20-й день, а 3 цыпленка на 21-й. Ну, там, пару часов прошло. Короче, здесь 17 цыплят. Вот они. все хорошенькие, кушают. Все хорошо, слава богу. Давайте, малыши, кушайте. В общем, с этой инкубацией, друзья, все здоровые цыплята, которые вылупились, они все здоровые. Они все на ножках ходят. Давайте, давайте кушать. И, тем более, тесновато в этой коробочке. Их же больше. Ну, коробочка больше. Я им поменяю коробочку. Пока им терпимо. Они еще маленькие. Сейчас главное, чтобы им не было холодно. Он пьет водичку, малыш. Вот. Эта коробочка, видите, побольше, чем вот эта. Это поменьше. И поэтому этих больше. значит, вылупилась у меня, друзья, из 54 яиц, которые находились до последнего момента инкубации, до первого наклева, вылупилось 47 здоровых цыплят. 48-го цыпленка я не считаю, который сейчас у меня в коробочке, я вам показала, которого я сама расколупала и вытащила на белый свет. Вот. Я его не считаю, потому что он бы сам не вылупился, я ему помогла и он больной. 47 цыплят вылупилась из 54 яиц. И все эти 47 цыплят, вот они бегают, никто не хромает. Ну, я вам еще в следующем видео покажу. Надеюсь, что я покажу их. А то в прошлый раз я тоже сказала, покажу, а я взяла их и продала. Малышей. И не получилось показать их. А вот этих в принципе уже показывают второй день. Вот они. И эти тоже там кушают. Получается, 4 яйца были уже, понятно, замершие цыплята. Я их пометила изначально крестиком. Пока лупились эти все цыплята, я понимала, что из тех 4 яиц цыплята навряд вылупится. Ну, и два цыпленка замерли, уже наклев сделали и замерли. Это тоже вот плохо. И это случилось уже получается на 21 день инкубации во второй половине дня. Вот такие вот дела, друзья. Ну, и вот этот цыпленок, которого я расковыряла, он больной. Он не жилец. Надо было его и не расколупывать. Поэтому я, друзья, говорила вам и говорю, что вот эти последние яйца, которые остаются уже после основного массового вывода цыплят, яйца, которые остаются вот такие вот без наклева или там только-только делают наклев. Уже все вылупились, они только делают наклев. Они слабы, эти цыплята, их даже нет смысла оставлять. Надо отключать инкубатор и все, и выбрасывать эти яйца. Ну, а чтобы не было вот таких вот замерших и слабых цыплят на последние часы инкубации, да, ну, конечно, надо соблюдать режим инкубации. В картонной коробке режим инкубации особый. Вот здесь у меня инкубируется яйца. Сколько тут уже? Пятый день, по-моему. По двумя лампами. Очередная инкубация. Сначала у меня вывод будет в пластиковом инкубаторе. Там уже 12-й день инкубации, а здесь пятый. Ну, вот. Кстати, собираю яйца и на шестую инкубацию, я вам уже говорила, и хочу тоже на две лампочки, но буду смотреть по яйцам, конечно. Если будет мало яиц, то одну коробку заложу. Но я бы хотела по две лампочки заложить коробку. Вот я сейчас освободила деревянный ящик, да, вот его и буду заполнять. Лучше я на один-два дня, ну, на три дня дольше буду собирать яйца на инкубацию, но зато я побольше яиц заложу в картонную коробочку, у меня будет больше яиц, больше выход цыплят, потому что работа, она делается одинаковая, что с одной лампой, что с двумя лампами в картонной коробке время тратится, да. Ну, так вот, если трачу время, так, чтобы было хоть видно на что, да, по количеству цыпляток будем отмерять. Ну, когда яйца есть, то, значит, на две лампочки я буду закладывать яйца. Ну, так вот, опять вернусь сюда. Когда у нас яйца располагаются, вот здесь наглядно могу вам показать, друзья, вот, по краям, видите, да, по краям, вот так покажу, вот, естественно, температура другая, и цыплята, если будут постоянные яйца, вот эти вот, находиться с краю и не менять их местами от края к центру, от центра на край, то будут вот такие слабые, замерзшие цыплят, и таких будет очень много. Поэтому надо менять яйца местами и держать температуру, которую я вам говорю, не надо думать, что она неправильная, и почему она не такая, как в заводских инкубаторах. не надо путать картонную коробку, конечно, с инкубатором заводским, вот с таким вот, здесь крышка закрыта, здесь, конечно, будет другой режим инкубации, а вот в таком деревянном ящике совершенно другой режим, поэтому, ну, надеюсь, ответила на этот вопрос, почему такая температура. все, друзья, я с вами временно прощаюсь, увидимся в следующем видеоролике, друзья, цыплятки все подвижные, здоровые, вот я вам их показываю, вот, все хорошо. Всем хорошего настроения, всем пока!